Эль Камино. Официальное название фильма продолжения сериала «Во все тяжкие». Для начала немного пробежимся по трейлеру, рассмотрим, как у Бэн узнали о Джесси, узнаем, что вообще за Эль Камино, и как черно-белые сцены из «Лучше звоните Солу» связаны с новым фильмом. Начнем с трейлера. С самого начала мы видим знакомые для нас лица, а именно фото Хэнка Шрейдера и Стива Гомеса. Определенным местом событий является офис отдела по борьбе с наркотиками. На протяжении всего трейлера мы наблюдаем за допросом тощего Пита. Из его слов мы понимаем, что он не знает, где сейчас находится Джесси. А даже если бы знал, то не помог бы посадить его за решетку. Самое главное, что мы узнаем из его слов, то, что историю о том, как Джесси был заключен, он нам крутит по новостям, значит дело имеет огромные масштабы. Тут может возникнуть вопрос, как же ОБН узнал о Джесси? В прошлом видосе я говорил, что ОБН узнает о Пинкмане благодаря камерам видеонаблюдения. Но если мы вспомним 12 серию 5 сезона, Джесси дал показания на себя и на Уолтера, уже упоминавшимся Хэнку и Стиву Гомесу. А в 15 серии мы видим, как эти доказательства смотрят неонацисты. Сложив одно с другим, федеральные агенты сразу сделают из Джесси врага номер один. Так он и окажется в новостях. Главный вопрос после просмотра трейлера – что за Эль Камино? Во-первых, Эль Камино – это модель машины, на которой Джесси уехал в конце сериала. Во-вторых, Эль Камино в переводе с испанского «дорога» или «путь». Такой вариант можно интерпретировать как жизненный путь Джесси или что-то наподобие этого. В итоге нам подтвердили многое, о чем я говорил еще полгода назад. Анонс согласит, что Джесси будет убегать от своих похитителей, закона и своего прошлого. Закон в лице ОБН. А вот что про похитителей и прошлое не совсем понятно. Будут ли еще какие-либо неонацисты? И встретим ли мы каких-либо врагов Уолтера и Джесси из прошлого? Это мы сможем узнать лишь в фильме или в следующем трейлере. Права на экранизацию Breaking Bad у Netflix. А у них политика такая. Один трейлер, анонсирующий дату, а другой полноценный. Например, как у фильма «Ирландец». А теперь перейдем к самому интересному. Несколько дней назад Боб О'Дёнкер, актер, играющий Соло Гудмана, в интервью Hollywood Reporter сказал, что фильм уже снят. Учитывая, что он знает о производстве картины, то с большой долей вероятности он окажется в фильме. Давайте вспомним самое загадочное, интересное и интригующее в сериале «Лучше звоните Соло». Да, это черно-белые проспекции. Или как я их называл в других видео, флэшбэки в будущее. В начале каждого из четырех сезонов Соло мы видели проспекцию. В них мы видели, как Джимми живет новой жизнью и работает в кофейне Синнабоун. Проспекции идут в хронологическом порядке. Первая. Сол пугается парня и смотрит телевизор. Вторая. Сол застрял у мусорных баков и боится открыть пожарную дверь. Третья. Сол пугается полицейских, сдает воришку, а потом падает в обморок. Четвертое. Самая интересная и длинная проспекция. Остановимся на ней. Сначала мы видим, как проходят медицинские обследования. Сразу же кидается аналогия с Уолтером, как он лечится от рака. Далее, когда Соло выписали, у него не проходят документы в базе. Он очень нервничает по этому поводу. Но документы не проходили из-за халатности работницы. Далее, когда Джимми садится в такси, он начинает бояться таксиста. А когда выходит из машины, проверяет, не следит ли за ним таксист. Вы понимаете, что я клоню к тому, что страх – это общий компонент всех проспекций. Джимми боится, что его найдет полиция. Но появляется новый вопрос. Почему он начал так бояться? Он же начал новую жизнь благодаря Эду. Эд – это человек, который помог уехать Уолтеру на Аляску, Солу в Небраску. Перед тем, как ответить на вопрос, давайте взглянем на них. Да, это усы Джимми. Они настоящие. А это значит, что с того момента, как он переехал в Небраску, прошло определенное количество времени. Сразу же навязывается аналогия с волосами Уолтера из последних серий. А что, если я скажу, что Джимми стал бояться своего обнаружения, потому что произошел какой-то инцидент? А если я скажу, что Джимми увидел в новостях, что Хайзенберг мертв, а Джесси стал самым разыскиваемым преступником в стране? Тогда получается, что «Лучше звоните Солу» начинается ровно в тот же момент, когда заканчивается Breaking Bad. Тут тоже может возникнуть один вопрос. По поводу погоды. «Лучше звоните Солу» идет зима, а в концовке тяжких снега даже не видно. На этот вопрос тоже есть пояснение. Небраска – это обычный штат в США, в котором проходит обычная трехмесячная зима. А Альбукерки находится на юге, рядом с Техасом. Снег выпадает там редко. Также обратите внимание на одежду персонажей в последней серии Breaking Bad. Все ходят в куртках, в теплой одежде, хоть и находятся на юге США. А это значит, что идет зима, и не зря же съемки проходили в феврале этого года. Также у меня есть интересная теория, что если Сол Гудмана решил вернуться? Реакции по типу «чего», «зачем», «в чем смысл» будут оправданы. Но вспомните, как Джимми смотрел телевизор. Он пересматривал свои старые записи. В проспекциях мы также видели, что Джимми хочет стать обратно Солом. Вспомните начало пятой серии четвертого сезона БКС. Это единственная сцена, показанная во всем сериале, которая происходит тема «не тяжки». Из нее мы понимаем две вещи. Что Сол очень боится за себя, и то, что они могли уничтожить те улики причастности Сола к Уолтеру и Джесси. Окончание фильма, заседание суда, Сол защищает Джесси. На это я бы посмотрел, но это очень маловероятный исход событий. В итоге, что мы имеем? Фильм расскажет о продолжении истории Джесси Пинкмана. За Джесси будет охотиться ОБН. Очень вероятно появление Сола Гудмана. А это значит, что черно-белые проспекции из его сольника будут связаны с фильмом. Также, вспомнив каст, Джесси может встретиться со своей семьей. Бурсуком и Тощим Питом. Также в фильме появится Эд. Учитывая испанское название картины, возможно, Джесси будет бежать в Мексику. И события будут проходить зимой. Сразу же после событий Брекинг Бэт. Ну и конечно, верим в флешбеки с Уолтером. Фильм должен оказаться как минимум хорошим. Ждем второго трейлера. А с вами был Виктор. Увидимся в следующем видео.